Родился в Москве, в семье педагогов Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесинах Берта Львовна и Кременштейн, 1923-2008, и Евгения Яковлевича Либермана, 1925-2003. Учился в Московской школе номер 91, которую окончил в 1974 году. Затем окончил в Щукинское театральное училище в 1978 году на курсе Альберта Бурова. По окончании вуза был приглашен в Ленинградский академический театр комедий. Псевдоним «Любимцев» – дословный перевод фамилии Либерман, придуман для Павла Евгеньевича Петром Фоменко, который был в то время главным режиссером театра комедий. На этой знаменитой сцене Павел Любимцев работал до 1982 года. Сыграл более десяти ролей в современных и классических пьесах, а также был ассистентом режиссера в спектаклях. Свадьба, юбилей, П. П. Чехову, постановка Петра Фоменко, продолжение Дон Жуана, П. Э. С. Радзинскому, постановка Льва Дадина, И. Сказка Орденского леса, П. Ю. Ч. Киму, постановка Петра Фоменко. В 1982 году вернулся в Москву и был принят на работу в Московскую государственную филармонию. В качестве артиста-чтеца, в филармонии Павел Евгеньевич работает до сих пор. С 2015 года, в качестве совместителя, за годы, проведенные в стенах филармонии, подготовил более 20 сольных чтецких программ. Режиссером большинства из них был учитель Любинцева по Щукинскому вузу. Народный артист России, профессор Яков Смоленский, после его кончины в 1996 году Павел Любинцев продолжил свою чтецкую работу под руководством. Народные артистки России, профессора Антонина Кузнецовой, в числе исполняемых авторов А. С. Пушкин, М. А. Булгаков, П. П. Иршов, К. Г. Пустовский, И. Л. Андроников, О. Уайльд, П. Мэрьме, Э. О. Г. Уэллс и многие другие. В начале 2000-х годов Павел Любинцев возглавил художественный совет литературно-чтецкого отдела Московской государственной академической филармонии, а также начал заниматься чтецкой режиссурой. С 1988 года Павел Евгеньевич занимается преподавательской работой в Театральном институте имени Б. В. Щукина. С 1991 года. Преподаватель кафедры мастерства актера. С 2005 года. Ее заведующий. В 2008 году Павлу Любимцеву было присвоено ученое звание профессора. Как художественный руководитель выпустил щукинские курсы 2007-2013 годов. В 1996 году был приглашен Михаилом Шервинтом, который учился на один курс позже Любимцева. В программу «Живые новости» на телеканале НТВ. Сначала в качестве автора текста. А потом, в качестве ведущего рубрики «А вы знаете, что» с 12 сентября 1999 года начала выходить программа «Путешествие натуралиста», ведущим которой стал Павел Любимцев. Программа выходила в разные годы на телеканалах НТВ, Первом канале и телеканалы «Культура». 25 августа 2007 года на телеканалы «Культура». В эфир вышел последний выпуск программы «Путешествие натуралиста» с Павлом Евгеньевичем в роли ведущего. Программа просуществовала еще два года с разными ведущими. А 31 октября 2009 года была окончательно закрыта. С 6 марта 2005 года на телеканалы «Домашний» начала выходить программа «Городское путешествие», бессменным ведущим которой стал Павел Любимцев. В том же году, на том же канале, в течение восьми недель был показан авторский цикл Павла Любимцева «Старая афиша», посвященной творчеству мастеров культуры прошлого, где были рассказы о театре, эстраде и старом телевидении. В поле зрения ведущего попали актеры, музыканты, художники, певцы, кинематографисты, в их числе и легендарные личности. Варя Панина, Валентина Серова, Вадим Козин, Надежда Плевицкая, Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, Изабелла Юрьева, Петр Лещенко, Аркадий Райкин. Программа «Городское путешествие» просуществовала в эфире телеканала «Домашний» в общей сложности пяти лет. На ее основе в марте 2010 года на том же телеканале была создана ежедневная пятиминутная телепередача «Занимательные истории с Павлом Любимцевым», совмещающая в себе прогноз погоды и рассказы Павла Евгеньевича о жизни больших и малых российских городов, факты жизни известных людей, увлекательные путешествия по известным и неоправданно забытым местам. Программа просуществовала до конца 2010 года и за все это время ни разу не публиковалась в телепрограмме канала «Домашний», размещаемой в СНЕ и на официальном сайте самого телеканала. Отчего время выхода в эфир было достаточно проблематично отследить, поскольку программа выходила в эфир по нескольку раз в день. В октябре 2011 года телеканал «Домашний» возобновил в своем эфире программу «Городское путешествие», изменив ее формат. Теперь в программе шло сравнение столиц двух разных стран. Планировалось, что будут выпущены три двухсерийных фильма. Париж, Лондон, Рим, Мадрид и Москва, Санкт-Петербург. Однако последний из них так и не был снят. 26 января 2012 года Павел Любинцев попал в больницу с обширным инфарктом. За время болезни артист сбросил 17 килограммов, прокомментировав свое состояние по состоянию на сентябрь 2012 года так. В октябре 2012 года артист перенес серьезную кардиологическую операцию. Интенсивную работу Павел Евгеньевич практически не прекращал. В январе 2013 года Павел Любинцев становится ведущим рубрики «Классика» в программе «Хочу знать» на Первом канале. Рубрика выходила один раз в неделю до самого закрытия программы в марте 2013 года. Всего вышло в эфир восемь выпусков. В них Павел Любинцев рассказывал о зловещем персонаже знаменитого романа Брэма Стокера «Дракула» и его реальном прототипе «Влади-3». О знаменитой картине Карла Брюлова «Последний день Помпеи» и об извержении Везуви 79 года Н.Э., которая разрушила древний город, историю художника Алексея Саврасова и его картины. «Грачи прилетели» об истории песни «Танго Магнолия», знаменитого русского шансонья Александра Вертинского, об истории создания легендарного фильма «Веселые ребята», о самой известной картине художника Константина Флавицкого «Княжна Тараканова», о песне «Шаланды», полной кефали, из кинофильма «Два бойца», в котором ее исполнил Марк Бернес и о съемках знаменитого фильма «Александр Невский». С 4 мая 2013 года Павел Любинцев становится одним из четырех ведущих программы «Классика звукозаписи» на радио «Культура». Годовой цикл программ был приурочен к 50-летию фирмы «Мелодия», которая отмечалась 23 апреля 2014 года. Передача предоставляла возможность освежить память и даже открыть заново великолепных авторов и исполнителей. Выпуски, которые вел Павел Евгеньевич, выходили одни раз в месяц до самого закрытия программы в марте 2014 года. Всего вышло в эфир 12 выпусков. В них Павел Любинцев рассказывал о творчестве Владимира Яхантова, Василия Кочалова, Дмитрия Журавлева, Марии Бабановой, Сырена Кочаряна, Якова Смоленского. Своему горячо почитаемому учителю Любинцев посвятил два выпуска. Ираклия Андроникова, Игоря Ильинского, Александра Котепова, Виктора Гвоздицкого, Сергея Юрского. С 10 января 2014 года Павел Евгеньевич начал вести программу «Тайное» становится явным на кабельном телеканале «365 дней ТВ». Всего вышел в эфир 51 выпуск. В них Любинцев рассказывал о многих загадках, тайнах, секретах и открытиях в самых различных областях истории. С 1 марта по 1 ноября 2015 года Павел Любинцев был официальным голосом телеканала «Живая планета». Его голос также можно услышать в межпрограммном оформлении и промо на других телеканалах и радиостанциях России. В мае 2014 года состоялось открытие театра студии «Белый шар», которую П.Е. Любинцев организовал со своими учениками. Выпускниками театрального института имени Бориса Щукина. Тогда был впервые сыгран спектакль «Пир Хищников», «Пажи», «Сибру». В июне 2015 года состоялась премьера спектакля «Иммигранты», «Пас», «Мружику». А в феврале 2016 года был выпущен «Бек.М.Булгакова». Все эти работы были поставлены П.Е.Любимцевым. С 2009 года Павел Любинцев, участник абонемента Московской государственной академической филармонии «Сказки с оркестром», в рамках этой программы артист исполняет программы. «Конек-Горбунок», П.П.Иршову, Золушка, П.Е.Шварцу, Василиса Прекрасная, авторская программа П.Е.Любимцева по мотивам русских сказок, и «Старик Хатабыч», П.Л.Лагину. Одновременно в МГАФ идет на сцене концертного зала имени П.Чайковского познавательно популярный абонемент «Забавный профессор», где П.Е.Любимцев работает в содружестве с оркестром народных инструментов им. Н.Осипова под управлением П.Андропова «Забавный профессор», был в 2011 году достоин премии правительства РФ в области культуры.